Привет, дорогие друзья! В этом видео мы с вами разберем условные предложения нулевого и первого типа. Поехали! Но для начала, что же такое условные предложения? Условные предложения — это предложения, которые содержат некое условие. Например, если у меня будет свободное время, я тебе позвоню. Если будет хорошая погода, мы пойдем гулять. Всего в английском существует четыре типа условных предложений, не считая смешанного. Это нулевой, первый, второй и третий. Сегодня мы с вами рассмотрим условные предложения нулевого и первого типа. Итак, предложение нулевого типа используется, когда мы абсолютно уверены в неизбежности результата при выполнении условия. В данном случае мы не рассуждаем о будущем или настоящем. Мы озвучиваем некий факт. Если вода нагревается до 100 градусов, она кипит. Если идет дождь, трава намокает. К условным предложениям нулевого типа относятся общепринятые или очевидные утверждения, научные факты, законы природы, а также факты конкретно о говорящем. Я нехорошо себя чувствую, когда съедаю слишком много. Как вы видите, в условных предложениях нулевого типа мы можем использовать как if, если, так и when, когда. Итак, как же образуется условное предложение нулевого типа? Само условие строится при помощи if или when, а также сказуемого в present simple. Результат также выражен при помощи present simple. Теперь давайте вместе построим предложение. Если вода нагревается до 100 градусов, она кипит. Если вода нагревается до 100 градусов. If water reaches 100 degrees, она кипит. It boils. Обратите внимание, что если условие стоит в начале предложения, то нам нужно поставить после него запятую. Если мы начинаем предложение с результата, запятую ставить не нужно. Water boils if it reaches 100 degrees. Еще пример. Если идет дождь, трава намокает. If it rains, the grass gets wet. Мы также можем сказать when it rains, the grass gets wet. The grass gets wet if it rains. The grass gets wet when it rains. Еще пример. Я нехорошо себя чувствую, когда съедаю слишком много. I don't feel very well when I eat too much. Теперь переходим к условному предложению первого типа. Условное предложение первого типа показывает действие, которое, вероятно, произойдет в будущем при выполнении условия. То есть, если в нулевом типе мы говорили о фактах, то здесь мы рассуждаем о будущем. Если я сделаю домашнее задание, я получу пятерку. Если я поеду в Америку, я подтяну свой английский. Давайте посмотрим, как образуется такое предложение. Условие здесь также выражается при помощи present simple. А вот с результатом все немного иначе. Это либо future simple, либо повелительное наклонение, либо модальные глаголы. Если ты придешь ко мне, я сделаю кофе. If you come over, I will make coffee. Если я поеду в Штаты, я подтяну свой английский. If I go to the States, I will brush up my English. Обратите внимание, что если вы говорите об условии, которое уже должно было быть выполнено для того, чтобы что-то произошло в будущем, здесь вам понадобится present perfect. Если ты уже закончил с работой, мы могли бы пойти поесть. Если я провалил свой экзамен, а я еще не знаю, провалил я его или нет. Я его только написал, а оценку я узнаю в будущем. Мне придется заниматься на летних каникулах. И последний важный момент. Если вы хотите построить предложение со сказуемым в отрицательной форме, то вместо if вы можете использовать unless. Однако в таком случае сказуемое нужно поставить в утвердительную форму. Сравните. If you don't study hard, you will fail the exam. Unless you study hard, you will fail the exam. На этом все. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Успехов в изучении английского и до скорых встреч. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok